В прошлых годах я подробно рассказывала, как мы для открытого грунта самостоятельно мастерили парники из дуг и укровного материала, о чем, конечно же, снимала видео и делилась всеми подробностями. А прошлой весной, вдобавок к этим огородным постройкам, мы построили еще один отдельный огуречник из полипропиленовых труб. Получился он очень удобный, высотой с человеческий рост, обошелся нам он чисто в символическую стоимость, а урожай за весь сезон выдал на славу. Поэтому сейчас, в преддверии нового дачного сезона, оставляю под этим видео ссылки на данные ролики. Быть может, как раз кто-то планирует аналогичные постройки, и информация окажется как никогда кстати. А сегодня мы сошьем еще один небольшой парник, специально для использования внутри поликарбонатной теплицы. А заодно я пошагово расскажу и покажу, как мы это делаем, из каких материалов и, в принципе, для каких целей он нам нужен. Итак, сначала поясню, что этот парник мы планируем установить на среднюю, то есть на самую теплую грядку в теплице. И весь замысел заключается в том, что в этом году я собираюсь сеять семена томатов немного по-другому. Первый вариант это частично высадить рассаду на пару-тройку недель раньше обычного срока. А второй это посеять часть семян прямым посевом в теплицу, без рассады. Ну а так как она у меня не отапливается, и сейчас в ней еще очень холодно, то для таких посевов мы сначала на посадке накинем пластиковые колпаки из 5-литровых пластиковых бутылок, а уже сверху, вдоль всей грядки, установим наш парник из нетканого материала. Ну а для того, чтобы сшить задуманный парник, мы купили 4 метра 4-метрового агроспана 60-й плотности и 7 готовых 2-метровых дуг из металла. Кстати, именно этот спанбонд мы брали прошлой весной на огуречник, поэтому он уже нами проверен, хорошего качества и однородной плотности. Далее, так как наша грядка длиной 6 метров, то нам нужно будет прошить 7 отверстий под дуги шириной 6 сантиметров и расстояние между ними 1 метр. При этом оставшийся материал будет закрывать торцы. Для этого я первым делом разрезала вдоль 4-метровый отрез спанбонда на 2 части и получила 2 отреза шириной по 2 и длиной по 4 метра. Затем сшила их край с одной стороны и получила 1 8-метровый отрез 2-метровой ширины. Следующим шагом раскладываем на полу этот получившийся отрез спанбонда и наносим на него разметку, начиная от сшитой середины и продолжая к его краям, чередуя 6 сантиметров для отверстия под дугу и 1 метр это расстояние между ними. А когда разметка готова, прошиваю размеченные отверстия под дуги на машинке. Для этого материал в том месте, где нанесена разметка под дугу, складываю пополам и на машинке делаю прямую строчку по нарисованной линии. А уже прошив все эти 7 намеченных отверстий, можно сказать, что парник готов к эксплуатации. Осталось лишь вставить сами дуги. Кстати, сами дуги продаются и меньшей длины. И казалось бы, что для такого небольшого парничка внутри теплицы вполне можно было бы взять именно такие, ведь нам для рассада не требуется высокий каркас. Но мы все же остановились на двухметровых дугах по двум причинам. Во-первых, они вставляются в землю, и при этом каркас теряет свою высоту сантиметров на 20. А во-вторых, если есть необходимость, то этот парник после того, как в теплице установится уже стабильно хорошая температура для роста рассады, то есть это ориентировочно в начале мая, его можно будет перенести в открытый грунт и использовать там для выращивания, к примеру, тех же перцев. Иными словами, такой парничок будет хорошим укрытием и для молодой рассады, и для взрослых растений. Так как укрывной материал, он хорошо держит тепло, и в то же время он воздухопроницаем, то есть позволяет испарять лишнюю влагу. Вдобавок, он создает легкое притенение, рассеивая яркий солнечный свет. А для рассады, как мы знаем, которая выросла в нежных условиях дома, особенно первое время после пересадки, это очень важно. Или же она может просто обгореть на солнце. Таким образом, мы создадим благоприятный микроклимат, который не просто мягко адаптирует рассаду к постоянным условиям, но и благодаря более ранним посадкам, позволит нам получить более ранний урожай. Спасибо за просмотр! Ставь палец вверх и подписывайся на наш канал! ПОДПИШИСЫ Субтитры сделал DimaTorzok